Моё знакомство с Нитриной началось, когда я учился в школе. Моё знакомство с Нитриной началось, когда я учился в школе. Моё знакомство с Нитриной началось, когда я учился в школе. Моё знакомство с Нитриной началось, когда я учился в школе. Моё знакомство с Нитриной началось, когда я учился в школе. Моё знакомство с Нитриной началось, когда я учился в школе. Моё знакомство с Нитриной началось, когда я учился в школе. Моё получил не за теорию относительности, а именно за фотоэффект. Луи Виктор Пьер Раймонт, седьмой герцог де Брюльи, которого мы все знаем как Луи де Бройль. Он предположил, что не только, скажем, волне присущи свойства корпускулярные, свойства частиц, но и частицам могут быть присущи свойства волновые. Ввел понятие волны, длины волны де Бройля. Ну, вначале все решили, что это какой-то бред. Но через три года была обнаружена дифракция электронов. Явление сугубо волновое, но происходящее на частицах. И он тоже получил со временем свою Нобелевскую премию. Ну, далее появилась квантовая механика. Правда, было непонятно, каковы рамки её применения. Вообще, насколько она справедлива. Но, тем не менее, модель атома она объясняла, многие оптические вещи объясняла. Туннельный эффект появился. То есть, были многие такие вот странные явления. Ну, Карл Вайнер, Карл Гайзенберг ввел в свое соотношение неопределенностей. Ну, тут-то как раз более-менее можно было понять. Вот, скажем, когда говорим, что импульс и координаты, они могут быть одновременно измерены с большой точностью. Мозг это понимает. Почему? Ну, вот, скажем, что такое скорость? Скорость – это вот у вас есть пункт А, пункт Б и время, за которое там частица или там тело прошло это расстояние. Значит, скорость что? Мы делим это расстояние на время. А теперь вопрос. Где мы нашли эту скорость? В точке А или в точке Б? То есть, само определение скорости, оно уже противоречит тому, что мы ее определяем в точке. Мы не можем скорость определить в точке. А, соответственно, значит, координата этой точки – это и есть вещь неопределенная. С этим было более-менее понятно, как там и с энергией и временем то же самое. Ну, короче, было много явлений таких непонятных. И природа давала, в общем, человечеству понять, что она намного более сложна, чем нам казалось. Вот. Поэтому, когда обнаружили, что куда-то девается энергия в бета-распаде, даже предположили, а может быть, закон сохранения энергии и не работает там в субатомном мире. Даже великий Нильсбор был согласен, в общем-то, с этим, что, наверное, закон сохранения в ядерных вещах и не работает. Вот. Ну и вот ситуацию спас 86 лет, почти 86 лет назад молодой Вольфганг Паули. А вы видели, на самом деле, я показывал специально портрет этих людей. Эту физику делали молодые люди в основном. Ну, постарше вас, но все равно они были молодые, гораздо моложе меня. Вот. И вот Вольфганг Эрнст Паули, австрийский физик, работавший в Цюрихе, в Швейцарии, он придумал и написал вот это вот знаменитое письмо. Значит, в это время проходил в Тюбингене конгресс по ядерной физике, но он не мог поехать, потому что он был приглашен на вечеринку с танцами. Ну, какой может быть конгресс? Но не поделиться своей идеей с коллегами он не мог, поэтому он написал свое знаменитое письмо, которое начиналось словами «Liber Radioactive Damen und Heeren». Он по-немецки, естественно, написал «Дорогие радиоактивные леди и джентльмены». Ну и дальше. Я придумал, как спасти закон сохранения энергии. Наверное, в бета-распаде кроме электрона испускается еще что-то. И эта частица, которая испускается еще, она должна быть легкой, нейтральной, иметь спин-половинку и так далее. Надо сказать, идея была революционной, потому что к тому времени нейтральных частиц не знали. Нейтрон был открыт гораздо позже. Вот, поэтому нейтральная частица, легкая, но не электрон. Ну, в общем, непонятно было. Ну, вот, тем не менее, эта идея, так сказать, прижилась. Позднее Энрико Ферми, итальянец, он написал целую теорию под это, теорию бета-распада. Вот, и он же придумал название нейтрино для этой частицы. Потому что, ну как, Чиполло, Чиполино, знаете, да, нейтрон, нейтрино. То есть, маленький нейтрончик. Он итальянец был, поэтому вот он на итальянский манер ее назвал. Хорошо. Значит, и Паули, на самом деле, постулировав существование вот этого вот нейтрино, оно, как говорится, было открыто на кончике пера, да, вот, он даже своему другу-астроному Вальтеру Бааде писал, что я сделал нечто ужасное, что теоретик никогда не должен делать. Я придумал частицу, которую никто никогда в жизни не сможет открыть. Меня экспериментаторы проклянут. И поспорил даже с ним на бутылку шампанского, что при их жизни никто эту частицу не откроет. Вот. Ну, значит, причина. Почему? Почему? Ну, потому что очень мало сечения взаимодействия нейтрино с веществом. Вот, по-вашему, каков пробег, ну, среднего, скажем, мевного нейтрино в воде? Ну, вот как вы считаете, какое это вот расстояние нейтрино проходит в воде? Ну, что, метры, километры? Километры хотя бы. Сто световых лет. Сто световых лет пробег. Представляете, в воде. Это нейтрино должно пройти в веществе столько, чтобы как-то провзаимодействовать. Конечно, его очень трудно поймать. Вот. И нужны очень интенсивные источники и очень большие детекторы, чтобы хоть что-то зарегистрировать. Ну, затем людям стало не до нейтрино. Война началась, там были сложности. Ну, потом идеи появились. Одна из идей была использовать вот ядерный взрыв. Во время взрыва, значит, вот там вот закладываем детектор. Вот тут все, проект даже был. Ну, в конце концов, от взрыва отказались. Вот. Кстати, Бруно Пантекорва, который в нашей лаборатории работал большую часть своей жизни, сказал, что на самом деле ядерный реактор хороший источник антинейтрино. Причем ведь ядерный реактор чем хорош? Он иногда работает, а иногда нет. Он офф, так сказать. Вы можете разностный эффект смотреть. Включено, выключено. Вот солнце, например, не выключишь. А вот реактор можно. Ну, и вот два таких вот парня американских. Значит, Фредерик Райнис и Клайд Коуэн, ну, затеяли проект. Вот здесь вот приведено письмо вот этого самого Энрика Ферми, известного, знаменитого, в котором он пишет. Дорогой Фред, ну, благодарю тебя за ваше письмо, за вашу идею. Мне она кажется очень интересной, я очень заинтересован. Делайте, даю, ну, зеленый свет, буду вас поддерживать. Вот. И вот начался в 1953 году так проект Полтергейс. Полтергейс. Из поиски того, чего нет. Как бы, да? Вот. Вот такие вот ковбоеподобные ребята. Значит, сделали они 300-литровую такую бочку. Внутри вот она беленькой красочкой покрашена. А снаружи торчит много-много фотоумножителей, которые через дырки туда-вовнутрь смотрят. И туда заливалось 300 литров жидкого сантиллятора. С добавкой кадмия, чтобы эти нейтрино от реактора регистрировать. Ну, Полтергейс, эксперимент прошел. Что-то они там такое вроде бы увидели, а вроде бы нет. Было непонятно. И сигнал к фону составлял 1 к 20. То есть точно нельзя было сказать, что вот они видят нейтрино. Поэтому они немножечко учтят, так сказать, ошибки. Собрали новую команду, переехали на другой реактор. Вот. И это у них уже называлось по-другому. Это называлось Саванна-Ривер. Этот детектор был уже не просто 300-литровой бочкой. Это было там вот три бака, там сложная структура. Вот. И начали они работать. И вот 60 лет назад, год юбилея не только для нашего института, но и для нейтрино, как оказывается. Значит, 60 лет назад профессор Паули в Цюрихе получил вот такую вот телеграмму. «We are happy to inform you that we have definitely detected neutrinos». И так далее. Значит, Паули в это время в Цюрихе не был. Он был в Церне, на конференции. Ему эту телеграмму туда переслали. Значит, и он, когда это дело получил, тут же прервал всех, сказал, вот, новость зачитал. И при этом они потом пошли праздновать, и уже одной бутылкой шампанского здесь не обошлось. Проспорил он свою пари, проиграл. Вот. А в том городке, где все это происходило, появилась вот такая вот мемориальная доска. Вот там написано, что 27 августа, то есть неделю назад 60 лет исполнилось, это уже официально было объявлено, что вот доктор Клайд Коуэн и Фредерик Райнис обнаружили нейтрино. Одну из, так сказать, самых главных сделали открытий физики этого века. И впоследствии им была за это присуждена Нобелевская премия за это открытие. Значит, что же за загадочные такие свойства у этой частицы, у этого нейтрино? Ну, во-первых, мы знаем, что у него малая, но, как теперь мы знаем, не нулевая масса. Это мы знаем абсолютно точно. Малая, но не нулевая. Дальше. Мы не знаем нейтрино и антинейтрино. Это одна и та же частица, вот как, скажем, фотон, антифотон, не бывает, да? Или это две разные частицы, нейтрино и антинейтрино. То есть, дираковская она или майорановская, так это в физике называется. Дальше. Мы знаем, что существуют реликтовые нейтрино, которые остались нам от большого взрыва, с того момента, как началась, так сказать, наша Вселенная. При этом, по разным оценкам, их должно быть около 400 штук в каждом кубическом сантиметре пространства. Не только здесь, но даже в межзвездном пространстве, даже в межгалактическом, где вообще ничего нет. А они есть. То есть, их очень много. Они непрерывно рождаются в разных процессах, но никуда не деваются. Пробег-то 300, сколько там, я сказал, 100 световых лет, понимаете, никуда не деться, не могут эти нейтрино. Потому что их идет все время накопление непрерывное. Их все время становится больше и больше. Дальше. Мы не знаем электромагнитные свойства нейтрино. Есть ли у него, например, магнитный момент или нет. До сих пор это пока не ясно. Осцилляции нейтрино, и попозже скажу, что это такое. Стерильное состояние и так далее. Загадок, на самом деле, очень много на сегодняшний день. Хотя, говорю, самая распространенная частица во Вселенной. Ну и вот, пару лет назад мы отмечали 100 лет со дня рождения Бруно Пантекорова, который у нас в Дубне работал. Вот Высоцкий пел про него песню. Вот, пусть не поймаешь нейтрино за бороду и не посадишь пробирку, было бы здорово, чтобы Пантекорова взял его крепче за шкирку. Это у нас вот в Дубне стоит памятник Высоцкому. Он у нас там много бывал. Я живу на улице, имею честь проживать на улице Пантекорова. И вот у нас там в парке стоит вот такая скульптура. Значит, Бантекорова, Желепов. Ну и там кто-то к ним затесался поговорить. Вот, значит, мы издали вот такую вот книжку пару лет назад. Белая книга. Значит, проекты, в которых у Яи участвуют нейтринные проекты. Вот, она доступна в интернете, вот кто хочет. Здесь все подробно написано про все проекты. А вот здесь перечислены проекты, которые у нас в институте делаются. Ну, не у нас в институте, они делаются в мире, так сказать. Но наш институт так или иначе в них как-то участвует. Ну, я про все говорить, конечно, не буду. Их очень много. Лично я из них участвую. Раз, два, три, четырех. Вот, ну, про некоторые расскажу поподробнее, просто из-за недостатка времени. Ну, сначала, скажем так, какова вообще вот энергия нейтрина? Вот что такое вот эти частицы? Ну, вот реликтовые нейтрины, про которые я уже говорил, которые достались нам от большого взрыва. Значит, их энергия, вот видите, там написано 0.0004 электрон вольта. Это значит, что если у них есть масса, ну, какая-то не нулевая, ну, например, 1 электрон вольт. А кинетическая энергия вот такая, это значит, что они уже не релятивистские частицы. Это значит, что мы живем в нейтринном газе. Так, они вот так потихонечку летают между нас, вот, везде. Могут собираться в кучки какие-то. Вот, скажем, вещество во Вселенной кластеризовано. Оно уже не так не размазано по пространству. У нас есть звезды, есть планеты, правильно? Вот, то есть есть какие-то центры. Вполне возможно, что причиной образования этого, может быть, стали нейтрины. Они, если они гравитируют, если у них есть масса, значит, они гравитируют. Значит, они притягиваются друг к другу. Почему нет? Заряда у них нет. Значит, ничто не мешает им собираться в какие-то компании теплые. Вот, и вполне возможно, вот, одна из гипотез такая, что, может быть, вот, причиной того, что вещество кластеризовано, как раз являются скопления нейтрин вот этих самых. Вот. Потоки, их маленькие. Вот там написано потоки, сколько штук на квадратный сантиметр в секунду. Ну, если это газ, то бессмысленно говорить о потоке, надо говорить о плотности. Вот. Есть солнечные нейтрино. Ну, солнце работает. Это огромная такая водородная бомба, будем говорить, которая непрерывно нас греет. И нейтрино оттуда к нам летят. И летит их вот примерно 7 на 10 десятый на квадратный сантиметр в секунду. Ну, и энергия их небольшая, где-то, вот, скажем, до 20 мэв, может быть. Есть атмосферные нейтрино. Что это такое? Вот, когда до нас долетают космические лучи, протоны от Солнца, там, от других галактик. Вот это, в основном, это протоны летят. Вот эти протоны, они натыкаются на нашу атмосферу, там происходят всякие ядерные реакции, и все это на нас сюда с вами сыплется. В частности, сыплются нейтрино, вот, из верхних слоев атмосферы. У них энергия может быть до ГЭВа. Ну, дальше идут искусственные источники. Это что? Ну, во-первых, реакторы. Реактор вообще дает антинейтрино. Если нейтрино, антинейтрино – это разные частицы. Вот, и потоки там могут быть, ну, вот, если на расстоянии, скажем, одного километра отойти, то вот где-то там 10 десятый на квадратный сантиметр в секунду может нейтрино лететь. И с энергиями до 10 мэв. Ну, есть еще специальные ускорители, которые разгоняют там какие-то, ну, протоны чаще всего разгоняют. Дальше эти протоны рождают там, скажем, пионы вторичные, и они собираются в пучок, по дороге распадаются, получается нейтрино, которые направленно куда-то там летят. Вот, ну, там энергии, конечно, большие, там ДГЭФ, это тоже отдельная песня. Значит, ну, и зачем нам, чем нам нейтрино интересны? Ну, вот последние годы появилась такая вот наука, называется Paticle Nuclear Astrophysics. Ну, как ее можно перевести? Ну, наверное, как астрофизика элементарных частиц. Вот. Ну, и она изучает, так сказать, процессы, которые идут во Вселенной, в звездах. Ну, вот, в частности, тут уже сегодня говорилось, что то вещество, которое мы видим, ну, человечество видит в телескоп, ну, это что, звезды там, газ межзвездный, то, что светится, как-то себя обнаруживает, составляет всего лишь 4% от общей массы Вселенной. Ну, она движется, там как-то галактики летают, звезды, вращение какое-то, и можно оценить массу, о законном механике. Так вот, получается, что то, что мы видим, составляет жалких 4%. Еще 21% составляет нечто массивное, но такое, чего мы не видим. Что это может быть? Ну, вот, например, нейтрино. Мы же их не видим, они не светятся, не видят, никак себя не проявляют. Но они есть. Если у них есть масса, если их достаточно много, может быть, это они. Может быть, что-то еще. ВИМС, так называемый, Weak Interacting Massive Particles. Не знаем, что. А 75% вообще составляет нечто непонятное, что не имеет массы, но имеет энергию. Про это вообще пока никто ничего не знает, только предположения такие. Дак Энерджи. Ну, ладно, я начну вот с описания проекта. Вот у вас там крутится в презентации, там в холле ролик один про эксперимент Байкал. Это изучение высокоэнергетичных нейтрино, которые к нам прилетают из глубин Вселенной. Значит, вот есть такое вот озеро здесь, Байкал. Вот там вот вытекает речка, как вы знаете, там Иркутск вон находится. А вот тут вот где-то на берегу находится вот такой домик. Называется он, назывался домик, это станционного смотрителя. Там проходит железная дорога при Байкальской. Вот такая вот изба. Там находится береговой центр. Сейчас туда уже новое привезли. Там сейчас идет монтаж новых. Мы купили специальные такие, ну, вагончики. Ну, все уже теперь будет более культурно выглядеть. Значит, что это такое? Зимой, когда на Байкале лед, выезжает туда команда на этот лед. Вот, на 3,5 километра от берега. Дальше они сверлят дыру о льду. И туда на тросах опускают с якорями, с поплавками, такие вот длинные веревки такие, будем говорить. И на них закреплены вот такие вот датчики. Что это за датчики? Это такие стеклянные сферы, полметра, вот такие вот сферы. Значит, можете посчитать. Если это глубина километра, это значит давление 100 атмосфер. Вот этот шарик выдерживает внешнее давление 100 атмосфер. Он совершенно прозрачный. Там стоит фотоумножитель, вот такой, как он слева там показан. Электроника какая-то. И кабель из всей этой штуки дальше выходит. Значит, эти шарики, будучи там под водой расположены, так как-то разбросаны, будем говорить, они ловят свет, который идет снизу. Что же за такой за свет может снизу идти? Сверху-то много всего сыплется. Атмосфера тут, мионы, там черт знает что вот здесь вот у нас через нас летит. Вот, кстати, на каждый квадратный метр пролетает где-то вот здесь в этой комнате порядка 100-150 мионов в секунду заряженных, только заряженных частиц. Там бог знает что еще. А вот снизу идти-то вроде бы ничего не должно. И единственное, так сказать, что может идти снизу, это вот какой процесс. Нейтрина прилетела откуда-то там из южной полусферы, из созвездия там южного креста, например. Проткнула нашу планету. А ему это легко сделать. Я же говорил, пробег 100 световых лет. Поэтому с легкостью пронзила нашу планету. Но в Байкальской воде таки наткнулась на что-то, провзаимодействовала и дало какие-то вторичные частицы. Ну, мионы, как правило. И они, двигаясь в воде, со скоростью больше скорости света, в воде скорость света это 200 тысяч километров в секунду, показатель преломления, да. Они двигаются быстрее. Поэтому они рождают черенковское излучение, которое таким вот конусом расходится вверх. И если у вас эти датчики определенным образом во времени сработали, вы можете определить, что, ага, это вот эта волна, этот фронт идет снизу. Значит, прилетела нейтрина. А по величине этого конуса можно сказать, какова скорость. Значит, можно посчитать энергию. Ну, энергию, которая, нейтрина, которая все это породила. Вот таким образом эти ребята все это изучают. Так, где тут у нас? Как же мне... А, вот. Ну, это съемки с дрона. Значит, вот они на льду вышли, расположились. Вот там лежат эти шарики запасные. Вот они туда выезжают каждую зиму на два месяца, пока лед хороший. Вот. Сверлят эти дырки. У них там специальные эти аппараты. Ну, там вот у вас ролик крутится, все это видно. Достают там это, ремонтируют, снова опускают, делают какую-то вот профилактику этой электроники. Ну, а потом в течение остальных десяти месяцев на берег поступают данные. Ловят вот эти вот события. Ну, ладно. Значит, вот тут несколько фотографий. Вот это вот ребята из моего сектора. Вот они, эти шары. Проверяют, что-то там делают. Вот это Игорь Белолапчиков слева стоит. Вот, видите, тут все эти веревки. Ну, такая вот работа непростая. Хоть слабые взаимодействия, но, так сказать, мускулы нужны для этого. Так, сейчас, минуточку. А куда проскочила? Да, вот так выглядит работа с документами. Ну, что сделаешь? Да. Значит, теперь масштабы. Ну, вот, то, что сейчас существует, вот, 2015-й написано год, это вот, вот эта вот самая гирлянда, она, в общем, больше эфилевой башни на самом деле. Вот, а то, что сейчас монтируется, вот, уже зимой было сделано и поставлено, вот, 2016-й год, это уже как Останкинская телебашня. То есть, можно сказать, что это самое высокое сооружение у нас в стране. Но, Останкинская башня на земле стоит, а эта штука под водой. Вот такая вот сложность. Хорошо. Значит, что в итоге получается? Вот этот вот эксперимент Байкал, который находится, ну, у нас здесь, в северном полушарии, используя землю как такой своеобразный фильтр от других частиц, потому что он ничего не пропускает, кроме нейтрина, позволяет просмотреть южную, так сказать, полусферу неба. Вот. На южном полюсе находится похожая установка, она побольше, она подороже, ее американцы сделали, называется Ice Cube, ледяной куб. Это что такое? Это в антарктическом льду просверлены дырки, в которые опущены тоже фотообнажители, и потом это замерзло там, значит, их много. Таких дырок. Америка страна богатая, она давно это сделала, вот наблюдает все это. Но это, понимаете, если что-то сломалось, то уже все, это forever. Потому что вы этот уже не вытащите оттуда для ремонта, эту штуку. Вот. Ну и кроме того, лед не такой прозрачный, как Байкальская вода. А кроме того, у Байкаль... Да, есть еще европейский конкурирующий такой, в общем, ну конкурирующий, да, проект. Называется... Кайф длины среди землой. Но понимаете, что в Средиземном Воре вода соленая. Вот. А раз есть соль, значит натрий-хлор. А раз натрий-хлор, значит есть калий-хлор. А если есть калий, значит есть калий-сороковой. Естественный радиоактивный элемент с большим периодом, который нам от Биг Бенга остался. И дает он излучение. 1461 кф, гамма-лучи, которые есть фон. А в Байкальской воде ничего этого нет. Она пресная. Понимаете? Кроме того, там на глубине нет никаких ни китов, ни акул, ничего там нет. Там очень хорошо. Поэтому вот мы, we are the best. Ну ладно, теперь перехожу от подводных экспериментов подземным. Значит, почему к подземным? Ну вот я уже сказал, что здесь у нас есть космика. И она, в общем-то, экспериментаторам мешает. Кстати, прекрасное доказательство наличия мионов. Вот здесь прекрасное доказательство правильности специальной теории относительности. Вот смотрите, мион, частица нестабильная, живет 2 микросекунды на свободе. Если его держать в спичечном коробке, вот он проживет 2 микросекунды, после чего распадается. Значит, если они образовываются в верхних слоях атмосферы, то даже имея скорость 300 тысяч километров в секунду, за вот это время жизни пролетит он всего 600 метров. А здесь километров 30, а то и 20-30. То есть они до нас долетают. Почему? Потому что есть релятивистское замедление времени. Это для нас прошло 2 микросекунды, а для него нет. Поэтому вот мионы здесь есть. Так вот, эти мионы, в общем, физикам достаточно мешают. И если залезть, да, вот здесь их порядка 100 штук на квадратный метр в секунду, а если залезть куда-то там под гору, под землю, то там их мало. Вот есть такой туннель в Альпах, значит, гора Фриджуз, вот, и под ней проходит автомобильный туннель между Францией и Италией. Вот он 12 километров длиной, вот, и там, там есть лаборатория. Так вот, там поток мионов, уже 4 миона на квадратный метр в сутки. Понимаете? 100 в секунду было 100 штук, а здесь 4 в сутки. То есть гора все это ослабляет. Ну вот, у нас есть несколько экспериментов, которые там проводятся. Вот, ну не все там проводятся. Вот Герда Майорана проводится в Италии в похожей лаборатории. Ну, похожей. Значит, что это такое? Вот та лаборатория, о которой я сказал. Вот туннель, 12 километров. Посередине этого туннеля откопан такой, как бы, аппендикс. И там пространство, ну, как, скажем, школьный спортивный зал. Вот такой вот. И там находится много чего, всякие, всякая аппаратура. И когда там стоишь, над головой полтора километра гранита. Значит, есть такое понятие метры водного эквивалента. То есть грунты везде разные, поэтому нужно не говорить, сколько километров, а в пересчете на воду все это делается. Так вот, там почти 5000 метров водного эквивалента получается. Ну, и вот так выглядит въезд в туннель. Вот на машине едешь, фотографируешь. И там вот эта лаборатория, вот там вот видно. Так, сейчас, есть же указочка. Вот это вот автомобильный туннель проходит 2-3 тысячи тяжелых грузовиков в сутки. А вот здесь вот такая вот лаборатория. И там много-много всяких больших, маленьких установок, которым страшна космика, которая мешает. В общем, для поиска всевозможных редких процессов. Значит, к таким процессам относится, ну, в первую очередь, двойной бета-распад, которым мы вот занимаемся. Двойной бета-распад. Это вовсе даже не нейтрино больших энергий, это вовсе даже наоборот. Это радиоактивный распад. Ну, вот обычно, если вы откроете таблицы изотопов каких-то, там вот нарисована такая картинка. Значит, вот у вас какое-то ядро нейтрона избыточное, оно бета-минус распадом распадается вот в это ядро, а оно распадается дальше. Здесь точно так же нейтронодефицитные ядра распадаются бета-плюс распадом. А вот это уже стабильная, так сказать, дочка, которая, ну, вот, существует. Значит, смотрите, получается так, что вот если вот это ядро рассмотреть, оно два раза распадается бета-распадом. То есть вот раз и вот два, последовательно два бета-распада. А может это происходить одновременно, сразу? Сразу и спустится два, две бета-частицы. Может? Может. Почему нет? Может. Но это, правда, будет процесс уже второго порядка малости. Понимаете, у вас вообще-то бета-распад – это слабое взаимодействие. Не зря его так называют, очень медленно идет. А здесь в квадрате слабое взаимодействие. То есть вам должны два нейтрона превратиться в два протона со спусканием двух электронов и двух антинейтрина разом. Вот. Поэтому вы такой процесс увидеть не увидите, потому что вам вот это вот помешает. Вот эта цепочка, главная, основная, она вам все забьет с собой. Но если вдруг оказалось, что по каким-то причинам масса вот этого ядра больше, то вот такой вот процесс – распад сюда, потом сюда – не пойдет. По закону сохранения энергии невозможно. Ну или по каким-то другим причинам он запрещен почему-то. Если такой процесс запрещен, то вот тут уже шанс увидеть вот этот вот распад у вас есть. Ничего такого в этом нету. Ну да, ну вот, ну есть, ну и что? Ну второго порядка малости. Но тут есть одна особенность. Значит, обычно, как я уже сказал, это должно выглядеть следующим образом. Два нейтрона превращается в два протона, плюс два электрона, плюс два электронных антинейтрина. Вот диаграммка Феймана. То есть вот что у вас было, вот то, что у вас стало на выходе. Причем вот эти вот нейтрина, антинейтрина, они должны быть правые. Спин у них должен быть вот такой. Ну, так, так природа устроена. Значит, если же прав был в свое время Эттори Майорана, итальянский физик, то нейтрина и антинейтрина – это то же самое. Тогда мы вот здесь вместо двух антинейтрина можем написать у одного нарисовать вот эту вот тильду, а у другого не нарисовать. Если нейтрина и антинейтрина, то же самое, к чему я должен? Могу я вот так написать? Могу. А тогда получается, смотрите, тогда получается, что у меня тут вот испускается пара, частица, античастица. Ну, это, как говорится, выброшенные деньги. Она может вообще не испускаться. А зачем? Правильно? Вот. Ну, либо можно так себе представить, что у вас одно нейтрино испустилось, а потом поглотилось. Вот таким вот образом. Но при этом, значит, вот это у нас как бы не испускается совсем, но при этом, вот чтобы вот здесь вот я вот так вот написал, антинейтрина правая, а нейтрина-то у нас левая, ну так из природы следует. Вот. То есть, мало того, что должно быть нейтрина майорановской частицей, для того, чтобы шел такой процесс, надо, чтобы оно еще смогло спин свой поменять на противоположные. А это невозможно, если частица движется со скоростью света. Вот у вас, если есть фотон правый, то его левым, ну, никак не сделаете. Вот электрон можете повернуть спин, там, магнитными полями еще как-то. Вот. А нейтрино, значит, вот вопрос, может произойти такое или не может. Вот. Если такое может, то тогда, чтобы мы увидели. Вот если мы наблюдаем с помощью каких-то приборов две бета-частицы ловим и меряем их энергию, то сумма этих двух энергий должна давать нам, ну, какое-то распределение, потому что часть энергии отдается этим двум бета-частицам, а часть двум антинейтрина, которые они уносят, и мы не знаем, куда уносят. Но если есть вот этот вот процесс, так называемый, безнейтринный двойной бета-распад, то вся энергия должна доставаться электронам. И тогда в спектре экспериментально мы должны вот здесь вот увидеть пик. И наличие этого пика моментально сказала бы нам, что нейтрино, во-первых, майорановская частица, иначе это невозможно было бы. И, во-вторых, у нейтрино есть масса ненулевая, чтобы оно могло спин перевернуть. Вот. Поэтому сейчас в мире существует куча проектов, которые пытаются вот это вот найти. Вот. И строят так называемые два бета-спектрометры. Ну, какие это могут быть спектрометры? Ну, например, калориметрического типа. Вот если взять детектор германиевый, сделанный из 76-го Германии, из чистого, тогда там может происходить вот этот вот процесс, и мы увидим в спектре вот этот вот пик. Вот. Либо делаются детекторы трекового типа. Вот. Ну, мы участвуем и в таких, и в таких экспериментах. Вот это Герда Майорана, вот это Немо. Там, значит, источник, это какая-то фольга, скажем, содержащая какие-то ядра, которые могут распадаться вот таким образом. Ну, а вокруг некий трековый объем, в котором вы видите следы этих частиц. Ну, и там дальше регистрируете их энергию. Вот. Ну, у всех, у тех, у других экспериментов есть свои преимущества, свои недостатки. Ну, вот здесь показан, например, Немо-3. Вот такой был спектрометр. Сейчас он закончил свою работу, сейчас будет супер Немо, сейчас делается новый. Значит, вот у него диаметр, это такая вот штука, диаметр 4 метра, высота 3 метра. Вот это вот розовенькая, это вот фольга, вот так по кругу она стоит, такие полосы натянуты. Ну, то, что может распадаться. А вот вокруг, вот это синее, это сцентиляторы. Значит, 6 тысяч вот таких вот блоков. У нас делалось в отделе вот эти блоки сцентиляционные на основе полистирола, сцентилятор. Вот. Все это собрано в виде таких вот секторов. Вот здесь вот показан монтаж. Вот там команда наверху стоит. наши. Ну, это в основном мы и французы делали вместе. Все это. Вот так эта защита уже собрана. Вот с 2003 года эта штука под землей стояла, работала. Вот. Это парень из Москвы монтирует, проволочки натягивает. Вот там, видите, вот эти ленты. Это вот источник вот этот вот. Ну, то, что может распадаться. Как правило, для этого используются какие-то обогащенные изотопы. Вот. Кальций 48, но он не самый хороший. Он там по разным причинам не очень хорош. Вот здесь использовалось 7 килограммов сотового молибдена. Это делается специально на ну, это высокообогащенный изотоп. Ну, это отдельная тема для отдельного рассказа. Ну, вот так внутри все это выглядит. Вот это вот проволочек. Проволочек не видно, на самом деле. Они очень тонкие. Там 40 микрон толщиной такие натянутые. И там возникает газовый разряд. И вы знаете, где пролетела частица. Трек восстанавливается. Ну, вот так выглядит картина, событие. Значит, вот это у вас фольга натянута. И вот отсюда вылетела вот одна частица, вот сюда вылетела вторая. Там подано слабенькое магнитное поле, чтобы отличать электроны от позитронов. Вдруг это у вас делась электрон-позитронная пара. А вот здесь вот видно, что у одного кривизна туда, у другого кривизна сюда. Значит, два электрона. Вылетели они причем из одной точки вот отсюда в разные стороны. Тут энергия зарегистрировалась, тут. То есть, вот так вот выглядит это событие. Причем туда можно было напихать сразу много разных ядер для исследования. Вот там стояло вот почти 7 килограммов сотового молибдена, почти килограмм селена 82-го, ну и остальных там понемножечку посмотреть, просто что будет. Вот эксперимент другого типа это ГЕРДО, калориметрический эксперимент. Здесь воспользовались тем, что один, одно из ядер, который может вот таким вот способом распадаться, это 76-й Германий. Его в природе немного, порядка 10%, но если его прогнать через обогатительную фабрику, а знаете, что такое фабрика обогащения изотопов? Значит, это делается так, берется центрифуга, туда запускается газ, надо чтобы вещество, которое вы делите по изотопам, чтобы имело газовые соединения при нормальных условиях. Ну вот это Герман называется этот газ, если Германия, Германии аж там чего-то, аж 4 что ли. Значит, вот его туда запускают, и эта штука крутится со страшной скоростью. Ну и из-за центробежных сил, поскольку у вас есть более легкие, более тяжелые молекулы, значит, какие-то из них выходят первыми, какие-то вторыми. То есть, по оси газ запускается, по образующей выходит дальше. Ну, вот это вот быстрее, медленнее, это какие-то там очень жалкие доли процента, даже тысячные доли процента. Поэтому после одной такой центрифуги газ поступает во вторую центрифугу, потом в третью, потом в четвертую. Эти 4 центрифуги поставлены вот так одна на другую. Дальше вот здесь стоит еще ряд таких же центрифуг, вот здесь еще ряд, вот так вот 8 штук в ряд. А вот туда на 400 метров все это тянется. Люди на велосипедах ездят по этому цеху. Вот так выглядит обогатительный цех. Поэтому это стоит бешеных денег, этот процесс. тем не менее, вот делается. Так вот, из такого вот 76-го обогащенного Германии сделан детектор германиевый, полупроводниковый. И этот детектор, вот эта вот площадка уже в другом зале побольше, в Италии, в Грансассе, в туннеле тоже. Вот подготовлена площадка. Дальше вот люди установили там вот такой бак из нержавейки здоровенной. Туда залит будет потом жидкий аргон. Вот это все, это залит жидкий аргон. И прямо в этот аргон опущены на такой, на ниточке германиевые кристаллы. Вот эти, сделанные из 76-го обогащенную Германию. Дальше снаружи другой бак, в который залита вода. Там стоят, она как защита используется. Вот. Ну это вот наши ребята. Вот это Марик из Канады, а вот это Костя Гусев из нашего отдела. Они вот работают, ну германиевые детекторы подготовлены. Вот так выглядит вот этот вот кристалл 76-го Германии. Там вот внешняя поверхность это один контакт, внутренняя поверхность вот в дырке это второй контакт. Ну ладно. Следующий пункт это реакторные нейтрины. Значит, ну реакторы бывают разные. Сначала скажу немножечко про СМ3, здесь уже про него упоминали. Замечательный такой реактор. Находится он в Димитровграде, это Ульяновской области. Там находится научно-исследовательский институт атомных реакторов. Вот этот реактор СМ3, он работает с 61 года, то есть ему больше 50 лет. Это уникальный реактор. Значит, он имеет активную зону 35 на 42 на 42 сантиметра. Вот такой вот кубик. Вот. И мощность у него 100 мегаватт. Представляете себе, 100 мегаватт вот в таком вот кубике выделяется. Ну на самом деле получить большую мощность это не проблема, как в том анекдоте. Говорит, коллектив нашей атомной электростанции за 20 миллисекунд выполнил месячный план по производству энергии. Проблема в том, чтобы это тепло выделяющееся отвести. Вот как его отвести? Значит, ну для этого вода используется. То есть вот эти вот тепловыделяющие элементы, это какие-то там палочки, там трубочки, через все это течет вода со страшной скоростью под большим давлением. Вот. Так вот, вода, которая вот здесь вот, мы думаем SH2O, H2O это молекула воды. Но молекула воды, это же страшный такой диполь, у него там плюс, там минус, там два плюса. То есть вот эти молекулы, они друг за другом очень сильно вандер-вальцевыми силами цепляются. И на самом деле, то, что налито в этой бутылочке, это некий полимер сложный, на самом деле, с очень длинными такими связями. Вот. Такая вот, кисель такой. Так вот, когда вот эта вода попадает в этот реактор, там такое поле, вообще излучение такое, что все эти связи нарушаются. И вода действительно становится набором молекул H2O. Так вот, у нее в результате этого вязкость на порядок уменьшается. Представляете? На порядок вязкость уменьшается. Она становится более текучей. И она более эффективно течет и тепло отбирает. То есть, люди, которые строили реактор, они не ожидали, что так у них получится. Вот получилось, вот классно. Потом нашли объяснение. Кажется, вот вода разрушается. Ну вот, это один тип реактора, а вот другой, это промышленный реактор. Мы вот на таком работаем. Значит, небольшая, так сказать, информация. Стандартный ВВР-1000, ну это наш самый распространенный реактор, и не только у нас, он и в мире такого же типа реактора, их больше всего. Это водо-водяной энергетический реактор 1000, это его электрическая мощность. А тепловая его мощность 3 гигаватта на самом деле. Почему? Потому что есть, помните, цикл Корно, никуда не денешься, у вас есть КПД тепловой машины, у вас есть температура нагревателя, температура холодильника, температура холодильника это окружающая среда, температура нагревателя это вода, которая не может иметь температуру больше там 300, там с чем-то градусов, у него критическая температура. Все, значит отсюда вот получается уже ограничение на КПД, ничего не сделаешь. Так вот, активная зона это примерно диаметр 3 метра, высота где-то 3,5 метра, это вот центральная часть там в котле, где собственно говоря происходит все это. Топливо это 70 тонн урана, обогащенного по 235-му изотопу где-то до 3-5 процентов. Раньше было 3, сейчас 5 используют. Значит, когда такой реактор работает, то он в 4П выдает где-то 6 на 10 20 антинейтрина в секунду. Вот, если вы отойдете где-то метров на 10 хотя бы от этой зоны, чтобы там можно было хоть как-то находиться, то там все равно получается поток в общем достаточно большой, 5 на 10 13-й. Если вы вспомните, что я говорил про потоки, это самое большое. Больше вы таких потоков ни на чем не получите, ни на ускорителе, нигде. Компания обычно длится, компания это время между остановками реактора длится где-то 320 дней, как правило. Сейчас она в нашей стране, в общем они перешли на новое топливо, на более обогащенное, сейчас увеличили до полутора лет вот эту компанию, то есть сейчас 18 месяцев. При этом раз в 18 месяцев реактор останавливают и топливо меняют. Самое выгоревшее достают это примерно на треть, а то, которое было по краям ставят серединку, новое ставят на края, вот такое делают перестановку. Вот. За год в таком реакторе сгорает полторы тонны вот этого вот изотопа 235-го урана. Одновременно на 238-м, которого много, он как носитель используется, на нем нарабатывается 311-м килограммов плутония, того самого, из которого вот бомбу делают. Он самый выгодный для этого, потому что критмасса маленькая. Вот. Ну и то, что меняется состав топлива, это на самом деле приводит к тому, что меняется поток нейтрина и меняется энергетический спектр нейтрина. Почему поток меняется? Потому что реакторщики поддерживают тепловую мощность все время постоянно. Им это важно, чтобы было все хорошо. Вот. А эффективность этого топлива она разная, поэтому вот меняется все. Ну вот здесь показано вот проценты, ну доля которая по вертикали, это не процент топлива, это процент энерговыделения, которое вот каждый из этих изотопов дает в энергопроизводство. то есть вот в начале ну в середине где-то вот когда мы остановили реактор, что-то там поменяли, вот в начале где-то 70 процентов идет за счет 235 урана, а где-то 20 за счет плутония, который там наработался раньше. К концу кампании, к следующей остановке, доля плутония возрастает где-то там до 35 процентов, а доля урана соответственно падает. Раз так, значит меняется спектр по ходу дела. Это значит, что если бы мы сделали детектор, который регистрирует нейтрино, вот эти от реактора и меряет их спектр, мы могли бы во-первых измерять мощность мгновенную. Сейчас знаете, как мощность реактора мерится? По температуре воды. У вас есть вода на входе в первый контур, вода на выходе и вы знаете, сколько там кубометров в секунду протекает. Вот тык-тык и посчитали, вот так вот меряют мощность. А это вот через нейтрино можно было бы мерить мгновенно. И по вот этому спектру энергетическому можно было бы определить, сколько урана сгорело, сколько плутония наработалось, как меняется состав. Это интересно. Во-первых, можно контролировать работу реактора, во-вторых, это важно, например, контролировать, можно наработку плутония. Вот, скажем, построили там для ирана для какого-нибудь реактора и можно смотреть, там крадут плутонии или не крадут, а есть сценарии, как это можно было бы сделать. Ну вот, есть такая станция замечательная, атомная, Калининская АЭС, находится в четырех часах рулежки обдубны на север, на машине, вот, 285 километров. Ну и мы там уже много лет проводим всякие наши эксперименты. Вначале под вторым блоком вот здесь работали, под третьим, сейчас вот под четвертым строим некую лабораторию. Значит, что это такое реактор? Ну, реакторное здание вот здесь показано типичное. Вот здесь вот этот вот котел. Тут вода входит, выходит, а вот здесь вот в этой части, собственно говоря, находится вот его ядро, кор, ну, активная зона, там, где, собственно, идет вот это вот деление, реакция деления, вот здесь. А мы вот в этой комнатке обосновались, а что, да, милости его пустили, хозяева, мы там поставили свою аппаратуру. Значит, для того, чтобы нейтрино поймать, обычно, ну, вот в похожих случаях, используют где-то не менее тонны нужно жидкого сантиллятора. Но что такое жидкий сантиллятор? Это вещество наподобие керосина или бензина. То есть он пожароопасный, взрывоопасный, едкий, летучий, ядовитый и так далее. После всяких Чернобыльев фукусим трудно представить себе нормального директора атомной станции, который пустил бы туда яйцоголовых ученых со своей тэстонной керосина под реактор. Никогда. Вот. Мы же вместо этого используем кубометр пластмассы. Высоко сегментированный. Значит, там идея в чем состоит. Вот у вас есть нейтрино, антинейтрино от реактора. Оно прилетело, наткнулось где-то здесь на протон. Ну, протон имеется в виду ядро водорода. Водорода много, это же органика, сентилятор органический на основе полистирола. Получается вот такая вот реакция. Протон плюс антинейтрино, получается нейтрон плюс позитрон. Значит, позитрон там, где он образовался, он тут же этим же сентилятором и регистрируется. У вас получается хоп, сигнал от позитрона, вспышечка. А нейтрон, который получился, он гуляет какое-то время, затормаживается, становится тепловым, тепловую энергию имеет. Для этого нужно время не нулевое, несколько микросекунд как минимум. Значит, после этого он натыкается на годолинии, а вот здесь вот эти белые слои это прослойки окиси годолинии. Натыкается на годолинии и с бешеным сечением в 255 тысяч барн этим годолинием захватывается. Испускает вспышку гамма-лучей. И у вас тут уже вспыхивает одновременно много сантилляторов, много этих кусочков. Таким образом получается так, что из всего потока сигналов, которые оттуда идут, нужно отлавливать пары импульсов. Первый сигнал должен быть локальным, он где-то один сантиллятор должен только загореться. А второй через несколько микросекунд должен быть и это уже захват нейтрона. Суммарная энергия должна быть 8 мм. Вот такая вот идея. Вот мы делаем сейчас такой детектор. Сделали. Делали несколько лет, сейчас вот запустили. Вот. Он сложный там сделан. это две с половиной тысячи таких вот палок синцелляционных метровой длины. Они вот так вот перекрещены друг с другом, переплетаются. Так что получается, что мы оттуда всякую информацию можем вытаскивать, где произошло, как это распределено в пространстве. Он окружен сложной защитой, там свинец, барьированный полиэтилен, ионная вета. Вся эта штука установлена на подъемнике на таком. Поэтому нажимаешь кнопку, и она поехала вверх. Без выключения, без разборки, без ничего. Время работы. Вот. Для чего это надо? Значит, дело в том, что есть такое явление, как нейтринная осцилляция. Ну, это оно, известное явление, его наш Бруно Пантекорво давно предсказал. Он считается отец нейтринных осцилляций. Ну, вот, недавно появилось сообщение от французов о том, что существует новый, четвертый вид нейтрина, стерильный, так называемый. Все знают, что их три, ну, вот, говорят, что четыре, будто бы. И вот происходит осцилляция в этот новый четвертый вид. На небольших дистанциях, порядка, там, 10-20 метров. Ну, ладно, времени уже мало, я не буду объяснять, что такое осцилляция. Если кого интересно, пожалуйста, подойдите, я объясню на пальцах, что такое нейтринная осцилляция, откуда они берутся. Факт тот, что, если это правда, то тогда количество, то есть так, нейтрина, грубо говоря, меняет окраску, пока летит. Вот оно выглядело как электронное, потом как мионное, потом опять как электронное, и вот так вот осцилляет. Значит, если мы будем от точки 0, это там, то место, где нейтрина рождаются, уходить в сторону и смотреть поток нейтрина, то он будет меняться не только по закону единица на r квадрат, ну, как любое излучение, но и еще будут вот такие волны на него накладываться, больше, меньше, больше, меньше, по отношению к единице на r квадрат. И вот если мы, значит, вот это вот увидим, вот такие волны, это значит, есть нейтрина. Ну, и это на самом деле тянет на Нобелевскую премию, потому что четвертый вид. Шутка ли? Значит, у нас есть возможность наш детектор двигать, вон там он, синенький квадратик, в этой комнате. Вот для этого мы его на подъемник поставили, он действительно ездит. При этом, ну, ладно, это вам, так сказать, тут физика, как, что меняется. Форма спектра нейтринного должна меняться с расстоянием. Из-за того, что разные энергетические отрезки осцелируют с разной частотой, у вас получается, что форма спектра... А какое расстояние? Значит, между центром нашего кубика и центром реактора расстояние мы можем менять от 10,5 до 12,5 метров. Два метра. Вот здесь показано, что было бы, вот как менялась бы эта форма. Если пунктир, это если никаких осцеляций нет, просто единица на р-квадрат, а сплошные линии, если осцеляции такие есть. Ну, наверное, можно увидеть. Ну, это вот мы ведем монтаж этой штуки. Вот там вот, это я сижу в белой каске. Вот, это Игорь Житников. Вот он собрал уже сколько секций, четыре, вот там торчат эти самые фибры такие, чтобы свет снимать. Очень сложная конструкция. Вот это электроника, 50 фотоумножителей, две с половиной тысячи вот таких, так называемых, CPM или MPPC. То есть, это кремниевый, ну, как диод лавинный, многоточечный, который дает вам информацию. Ну, и все это штука, вот электроника снаружи разная, она ездит. Вот мы решили покататься немножко. То есть, эта штука, значит, от снизу до верха едет 4 минуты примерно. Включаешь, она поехала. Так, тут можно показать кино, но времени нет, как она едет. Ну, это то, что мы должны получить. Значит, вот, просто, что такое осцеляция? Ну, это есть некие параметры осцеляционные, значит, так называемая амплитуда, синус квадрат 2 тет, а здесь разница масс двух осцеллирующих состояний. Значит, наличие осцеляции это четкий признак того, что у нейтрино есть масса. Вот на сегодня это уже показано, за это в прошлом году, кстати, тоже дали Нобелевскую премию. Ну, не за эти осцеляции, за другие немножко, но дело было. Ну, вот, вот та желтая и голубая области, это то, которое мы, как бы, можем накрыть за год измерений. Вот если год у нас будет все работать, вот мы эту область точно, если осцеляция есть, осцелляционный параметр где-то в этой области, мы его точно увидим. А вот те всякие кривые, это разные другие наши конкуренты. Ну, мы самые хорошие, конечно. Ну, вот, в общем, у меня все. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ